Ирина Мусаевна рассказала нам об исследовании с метамицин, содержащим термальным гелем при low-grade уротелиальном раке верхних мочевых путей. Да, действительно впечатляющие результаты по полным ответам, по их сохранению в течение 12 месяцев. Водушевленные этими результатами производители инициировали исследование ATLAS, которое предполагало, что введение этого геля один раз в неделю 6 доз при low-grade немышленно-инвазивном раке мочевого пузыря позволит нам избежать трансуретральной резекции у этих пациентов. И действительно, мы с нетерпением будем ждать результатов этого исследования, поскольку, вы видите, у него весьма привлекательный дизайн, но необходимо 24 месяца для отслеживания результатов. Что касается препаратов, которые позволяют отсрочить или избежать радикальной цистектомии у больных немышленно-инвазивным раком высокого риска. Иммуно-онкологические опции уже вошли в нашу сегодняшнюю практику. Я говорю о пембролизумабе, результатах исследования Кейтноут-57. По поводу таргетной терапии, результаты исследования ВИСТа, они уже есть, но FDA пока не зарегистрировала данную опцию. Что касается вакцин и генотерапии, то об усадрении было хорошо рассказано. Действительно, повышение синтеза интерферона альфа-2b, если вы помните, была такая опция иммунотерапии. На сегодняшний день мы понимаем, что действительно результаты очень неплохие. При карциноме инситу удалось добиться полного ответа у 53% пациентов и удержать его через год у четверти этих больных. Более впечатляющие результаты при высокодифференцированных папиллярных опухолях. Ну а все-таки как же увеличить эффективность BCG-терапии? Здесь, мне кажется, серьезный интерес представляет комбинация иммуноонкологических препаратов и BCG-терапии у тех пациентов, которые ранее не получали лечение. Здесь вы видите целое плеяда исследований потомок L-Bankate 0676. Но, к сожалению, несмотря на то, что результаты потомок должны были быть уже опубликованы, их нет. И запрос компании AstraZeneca тоже никаких результатов не дал. Исследование было достаточно интересное, трехрукавное. Рукав с мунотерапией BCG, с индукционной терапией BCG плюс дурвалумаб. И дурвалумаб плюс BCG индукция и поддерживающая терапия. Будем с нетерпением ждать этих результатов. В чем смысл этой комбинации? Ну, действительно, повышается скорость ответа, увеличивается выживаемость. Это, по крайней мере, показано на экспериментальных моделях. Но самое главное, есть возможность преодолеть приобретенную резистентность, поскольку резистентность BCG-терапии обусловлена повышенной экспрессией PDL1. Что касается мышечно-инвазивного рака. О тримодальной терапии в сравнении с радикальной цистектомией было очень много сказано. Останавливаться, наверное, с целью экономии времени не буду. Действительно интересен подход с точки зрения оценки эффективности неодювантной терапии как фактора стратификации последующего лечения. Тоже логика абсолютно нелишенная смысла. Но, мне кажется, очень большой интерес на сегодняшний день представляет переоперационная иммунотерапия, также новые игроки в плане неодювантной терапии. И обсудим определенные особенности проведения дювантной иммунотерапии. Итак, обзор исследований третьей фазы переоперационной иммунотерапии. Здесь, вы видите, уважаемые коллеги, есть двойные, тройные комбинации. Но основная проблема, что на сегодняшний день мы не видим результатов этих исследований. Я думаю, когда они появятся, мы четко получим представление, имеет ли смысл добавление либо коньюгатов, либо иммуно-онкологических препаратов. Хотя дизайны этих исследований достаточно неплохие. Например, в зависимости от того, может переносить цесплатин пациент или нет. И действительно, вы видите, иммуно-онкологические препараты и коньюгаты пациенты получали в поддерживающей терапии после радикальной цистектомии. Что касается новых игроков неодювантной терапии, результаты доложены на АСКО-22, то здесь, конечно, исследование 103, которое предполагало использование коньюгата. На самом деле, интересные результаты, особенно в сочетании с пембролизумабом, когда вы видите частота объективного ответа более 73%, медиарно-беспрогрессивной выживательности более 12 месяцев, а общий более 2 лет. Ну, впрочем, к коньюгатам относятся сатсизумаб-гавитикан. Действительно, похожие дизайн исследования. Опять же, два исследования, результатов которых мы с удовольствием будем ждать. Что касается попытки улучшить результаты лечения у больных мышечно-инвазивным раком отчевого пузыря за счет адювантной терапии. На сегодняшний день мы знаем три основных исследования. Десятый – амбассадор и Чекмей-274. Адювантная терапия от лизумабом не улучшила выживаемость, и даже в когорте пациентов с высокой экспрессией ПДЛ у больных мышечно-инвазивным раком отчевого пузыря. В то же время адювантная терапия неволумабом может рассматриваться как хорошая опция у пациентов с мышечно-инвазивным раком отчевого пузыря, особенно с высокой экспрессией ПДЛ-1, что, в общем, позволило ВДЛ рекомендовать данную опцию. Теперь, что касается местно распространенного и метастатического уротелиального рака. Действительно, на сегодняшний день мы понимаем, что это пациенты с наиболее плохим прогнозом, и стандартом, наверное, первой линии у нас сейчас является полихимиотерапия, а во второй линии иммуно-онкологические препараты. Три вида конъюгатов, которые представляют особый интерес. Это никтин-4, таргетированный конъюгат, энфартомаб, видотин, конъюгат, таргетированный трофобластическим эмбавран, связывающим антигеном социдизумаб, гавитикан, и конъюгат тростозумаб с ингибитором топомираза, тростозумаб, дерукстекан. Возможности комбинации, так называемые триплеты, а также комбинации иммуно- и таргетных препаратов и новые мишени, к которым можно отнести рдофини. Что касается конъюгатов, то есть уже определенная доказательная база. Начнем с энфартомаба. Это конъюгат, состоящий из моноклонального антитела против никтина с токсическим агентом, разрушающим микротрубочки. Никтин-4 высоко экспрессируется в клетках мочевого пузыря. И, соответственно, в исследовании второй фазы, сразу скажу, исследование многокогортное, и здесь в одной когорте были пациенты с противопоказанием к платине, здесь достаточно неплохие результаты, более впечатляющие. Видите, частота объективного ответа 52%, медиана общей выживаемости 14-7 месяцев. И в исследовании в другой когорте, где эта опция была в качестве третьей линии, частота объективных ответов 44%, при медианной общей выживаемости 11-7. Соответственно, было исследование третьей фазы, о нем уже сегодня говорилось, и, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, энфартумат-видотин в настоящее время может рассматриваться как хорошая опция в третьей линии терапии у пациентов, которые получали платину и иммуно-онкологические препараты. Исследование 103, когорта К, дизайн на данном слайде. Действительно, 64,5% пациентов получали очень быстрое достижение объективного ответа. Причем, смотрите, уже через 9 недель при первой оценке 85% этих ответов было зарегистрировано. Более 97% пациентов давали уменьшение таргетных очагов. Ответ длился достаточно прилично по времени. И в то же время, если мы посмотрим на другую сторону медали в отношении переносимости, то основные нежелательные явления – слабость, нейропатия, лапеция и сыпь. Понятно, что большинство из этих нежелательных явлений, пожалуй, кроме нейропатии, не являются для нас критичными, а нейропатия была основной причиной отмены данной терапии. Что касается другого конъюгата с ацетузума-багавитикана, то вы видите исследование Трофию-01. Это исследование второй фазы. Получены, в общем-то, очень неплохие результаты. Медиана выживаемости без прогрессирования 5,4 месяца, общей выживаемости 10,9 и уменьшение суммы диаметра таргетных очагов у 77% пациентов. Соответственно, в настоящее время инициировано другое исследование третьей фазы. Его результаты мы будем ждать. ХЕР-2 – это действительно очень важное таргетное мишень, и особенно она важна для больных раком молочной железы, для больных раком желудка. И вот рак мочевого пузыря здесь не явился исключением. Вот посмотрите, многокогортное исследование, когорта 3,4. Когорта 3, там, где по ЕГХ 2,3+, это так называемая высокая экспрессия, и 1+, это низкая экспрессия. Это были больные после химиотерапии. Соответственно, посмотрите на результаты. Практически 37% объективных ответов. Медиана без прогрессивной выживаемости 6,9, общей 11 месяцев. При этом наилучшие результаты были, конечно, в подгруппе пациентов с тремя плюсами. Вы видите, 62,5% продемонстрировали объективный ответ, включая два полных. У 26 из 30 пациентов мы видим уменьшение размеров опухолевых очагов. Соответственно, комбинация трастузумаба, доруксикана с неволумабом демонстрирует хорошие результаты в отношении противоопухолевой активности, особенно в подгруппе с наиболее высоким уровнем экспрессии HER2. Нужно сказать, и биомеркорах сегодня говорилось, что наибольшую скорость ответа показали пациенты с высоким уровнем экспрессии PD-L1 по ЦПС более 1 или высоким опухолем военогрузкой ТМБ от 10 до 20 мутаций на мегабазу. Соответственно, окончательно возможность использования данной опции у больных рака мочевого пузыря мы, наверное, получим по окончании исследования Дистине Пантурма 02, где изучается монотерапия трастузумаба, дуроксиканом у пациентов с HER2-экспрессирующим уротелиальным раком мочевого пузыря. Что касается различных комбинаций, здесь я бы хотел более подробно остановиться на комбинации дурвалумаба с аллопарибом. Интересное исследование, но результаты были, наверное, очень предсказуемы. В отношении общей популяции мы не получили выигрыша, ни в отношении беспрогрессивной, ни в отношении общей выживаемости. Но у тех пациентов, у которых была мутация генов гомологичной рекомбинации, вы видите снижение риска прогрессирования на 82% и риска смерти на 44%. Мне кажется, очень впечатляющие результаты. Что касается новых мишеней, то действительно речь идет о рецепторах фактора роста фибробластов. Сегодня о нем и вчера достаточно много говорилось. При уротелиальном раке частота этих хромосомных аберраций составляет от 15 до 20%. В основном это касается третьего рецептора. На сегодняшний день мы знаем несколько селективных ингибиторов. Наиболее изученный эрдофинип при раке мочевого пузыря. Вы видите результаты многоцентрового исследования второй фазы, где эрдофинип продемонстрировал неплохую эффективность. У 31% пациентов длительность ответа была более 12 месяцев. Один год пережила половина пациентов, а два года 31%. Контроль над заболеванием достигнут у 80% пациентов, частота объективного ответа 40%, полные ответы у 4% пациентов. Таким образом, на сегодняшний день можно сказать, что на основании результатов данного исследования эрдофинип был ускоренно зарегистрирован в США и действительно представляет существенный интерес для нас. Но, как вы видите, как и любое интересное исследование, был инициирован ряд других исследований по изучению эрдофинипа у больных раком мочевого пузыря. У меня все. Благодарю за внимание. Продолжение следует...